Доброго времени суток, дорогие любители шахматы, с вами Кирилл Широков и Никита Петров, и по вашим просьбам снимаем мы видеоролик после игры Никиты. Да, вот недавно я выкладывал свой онлайн живой комментарий живого лица, и многим не понравилось ужасное качество моей игры, ввиду комментариев. Конечно, вот такой ролик в таком формате, как я записываю сейчас, будет проходить нечасто, он вчера сыграл партию, по-моему, неплохого качества. Можно отметить, после чего именно. Да, до этого мы с Кириллом сыграли длинный матч в атомной шахматы, который прошел в упорной борьбе. Кстати, ребята, советую всем, очень интересная штука, это на первый взгляд тупой бред, а на самом деле... Я посоветую больше народу прислушать. Ну хорошо. В общем, я должен сказать, что это действительно помогает, по крайней мере, полиции видеть тактику шахматы обычной. Я не знаю почему, но это работает. Ну развивает, ну насколько, по крайней мере... Эффект, правда, не очень долгосрочный, если переборщить, то можно слишком много атомных мотивов видеть в обычных шахматах, а это тоже вредно. Так что надо знать меры. Часик раз в неделю, мне кажется, неплохо. Приступаем к партиям. Да, играл черными. С целянка, мой любимый вариант Паутсон, без коня на С6. И тут слон Д3. Слон Д3 ход... Долгое время считался самым опасным. Считается, что конь С3, несмотря на то, что более популярный, ход довольно... Ну, не очень сильно и черный там уравнивают. Слон Д3 всегда считался главным ходом. Но в последнее время, для меня лично и у многих, наверное, кто играет этот вариант, наибольшие проблемы вызывает ход С4 по Карлсену. Если кому интересно, предлагаю обратиться к шестой партии матча Анант Карлсон по последнему матчу. Это вот та партия, где Анант не нанес простой тактический удар в один ход, и это стоило ему матч. Но по дебюту там белые стрели лучше. У меня есть одна идея на выходе из дебюта, но я не буду ее показывать. Может быть, как-то я запишу, все-таки ролики по ПАУФИНу тоже. И она там будет. Слон Д3. Ходим в 6, 2-0, Ферси, 7. Ну, тут, кстати, вместо конь Ф6 есть еще любопытный вариант Ж6. Потом слон Ж7, конь Е7 и Д5. Ну, это, опять же, тема для отдельного разговора. Конь Ф6 играет чаще всего. 2-0, Ферси, 7. Ферси, 2. Идея хода Ферси, 2 в том, что белые хотят поставить зажим Маруци, но выжидают. А именно, то есть, С4, ход сразу не очень сильный. Так, а выжидают они, потому что на С4 есть, да, ответ конь Ф6. И после, например, хода коня, черная слона, есть очень хорошая клетка для развития. Ну, а если конь Ф6, тут ДС, типичная структура. Черные успевают пойти Е5 и зафиксировать слабость с поля Д4. Просто получают лучшую позицию. Поэтому Ферси, 2. Таким образом, белые ждут хода Д6, чтобы слон не выходил на Ц5 в этом варианте. Последовало Д6. Так, не слон Д6, а Д6. Да. И, на самом деле, тут, мне кажется, самое опасное для черных ход все-таки Ц4. После чего все равно Ж6. Б3 тоже, возможно. В частности, Б3 против меня играли вот на Москопен последним. Но, на мой взгляд, не дает перевеса. Ж6. Получается, ежовая структура. Но, мне кажется, что улучшена за черных. Потому что, по сравнению с обычным ежом, черные развили чернопольного слона на Ж7. Ну, вот. В следующем ходе можно будет в быстром тайме пролистать. Слон Ж7 со 4, 2, 0. Конь Д2. Меня смущает развитие коня на Д2. По-моему, конь Ц3 была сильнее. Конь Д7. Ладья Ангд1. Б6. Ну, типичная расстановка для ежа. Обычно, правда, слон стоит на Е7. Пешка на Ж7. Но, мне кажется, такое расположение фигур даже лучше. Слон Б1. Ход неплохой. Слон Б7. И вот тут, мне кажется, белые допустили довольно серьезную ошибку. Правда, в такой структуре, как ежа, это может быть не так страшно. Белые сыграли конь 2, Ф3. После конь Ц5 оказалось, что пешку Е4 защищать неудобно. То есть, был ход Е5. Или нечем просто? Нет. Ход конь Д2 есть всегда. А вот ход Е5 тоже был. Но постоянно напряжение снимается. И, в общем, обычно шхватисты, играющие белые, на такую позицию идти не очень рады. Что неожиданно, черный слон на БС-7 становится очень сильный. Проверяются какие-то идеи, вроде конь Аш-5, конь Ф4 и тому подобное. Не так, конечно, конь Аш-5 и конь Ф4. Ну, сначала можно ладью на Д8 подтянуть. В общем, у черных нет проблем. Все равно, наверное, было сильнее, чем конь Д2. Два темпа даже в такой закрытой системе хреж должны сказываться. Ладьяев на Е8. Типичная идея, тоже для таких структур. Вроде как ладья ничего не делает, но, на самом деле, она тайком подгадывает на белого ферзя. Ну, прям не совсем тайком, я считаю. Ну, через две пешки все. Последовала Ф3. Ход тоже вызывает сомнения. Мне кажется, король Аш-1 она была сразу играть. Таким образом белого пытаются заморозить слона БС-7. После ладьяна на Д8 король Аш-1 прошла типичная идея для Ежа. Д5. Прорыв в центре. Однако тут она связана с немножко неожиданным продолжением этой идеи, которую я, если честно, вижу первый раз. Собственно, поэтому эту партию я решил показать. Мне кажется, что в позиционном отношении, вот начиная с этого момента, игра на черной доле неплохо. Е5 последовала. Но Е5 это строга 11-ая акция, потому что в случае любых разменов сказывается то, что у белых раскоординированы фигуры. Ферзь на Эдва полога стоит. Ну, ужасно, ужасно. Здоров. Спасибо. Последовала Е5. Да, СД-ЕД Е5 уже не сыграешь. Хотя обычно именно так белые предпочитают отвечать, потому что Е5 ход подбой на эту позицию. Я могу просто взять ладья Аш-5 и мат дать. Поэтому. Аш-5. Ну, идея в том, что пешка под напряжением. СД ничего не дает. Из-за ладья Д5 или Слон-Д5. Поэтому последовала Ф4. И вот тут вот достаточно неожиданная ситуация, что оказался в белых очень сильный ход Ф6. Фактически никогда в Е5 не работает. Он создает кучу слабостей. Слон на Б1 начинает стрелять. Слон на Б2 начинает стрелять. На Е6 слабость. Но конкретные факторы тут оказываются важнее. То есть даже движок, по-моему, начинает уже писать сценку небольшую в пользу черных. Ну, вот хоть мы движок видим. Да, движок мы видим. Так, ну, это потому что Слон-Д2 плохой ход. Вот, на самом деле, вот небольшая слонка в пользу черных. Да, ЕФ вот был правильный. Я, кстати, раз бы шлял, кем тут бить. На самом деле, я думаю, что и взятие конем, и взятие слоном удачно. Я взял бы слоном, потому что я видел интересную идею, что на Ж3 скрывается слоном Б7. Но я думаю, что после взятия конем тоже у черных получше. Ну, наверное, так и есть, да. Ну, вот. Поэтому, может быть, какие-то, да, может быть, какие-то скорее тактические идеи с ударом на Ж6 там были. Но было сыграно простой ладьер Ф на Е1. Ну, и тут вот я нанес... Да, ключи движок. Что-что? Движок. Да, ну, тут я нанес удар к НЕ4. Видели уже подвижку первая линия. Удар несложный, после ладья Ф4, ФЕ получается вилка. Позиция белого на самом деле разваливается. Но все равно, мне кажется, что реакция белых тут была не оптимальна. Насколько я помню, больше всего в этой позиции мне не нравилось. Что ж мне не нравилось-то? Конь Ф3 может? Я Конь Ф3 все-таки ладью возьму. Ну, как бы слоны снимаются после этого с доски. А, ой, мне кажется, не нравилось что-то... Что-то ЦТ какой-то. Ну, не знаю, не уверен. В общем, да, мне не нравилось ЦД, но это видео-бред, потому что все-таки ладья, опять же, старше. Ну вот, а сильнейшим ходом было отступление ладьи по линии Ф. Ну, у черных просто лишняя пешка, лучшая позиция. Последовала Конь Е6. Таким образом белые дают меньше материала, но после ладья Е6... А, вот тут мне ЦД не нравилось. Вот, все правильно. Так надо было играть, и тут позиция не настолько очевидна. То есть я могу взять ЕФ, тут выиграть фигуру, но с пешкой на Е7 это некоторые проблемы могут быть, особенно в Блиц. Хотя объективно у черных, наверное, выиграно. Если, оказывается, что не выиграно, после ЦД можно просто взять на Д5 и остаться лишней пешкой. Правда, позиция не настолько хороша, как хотелось бы. А последовало место этого ладья Е2 и Д4, и оказалось, что следующим ходом пешка другая идет на Е4, и партия заканчивается. Мой соперник нашел тут очень хороший тактический ресурс, который, ну, чуть-чуть не проходит. Сыграл Конь Е4, после Д3, Конь С5, ДЕ, Конь Е6. Белые, кажется, забирают много фигур, но нашелся сильный ход ладья Д1. То есть на Конь С7, понятно, что мат, пришел сыграть ладья Е2, и тут вот такая вот неожиданная геометрия ладья Битья Е1 из атомных шахмат практически. Атомных шахматов, если кто не знает, очень важно как можно быстрее создать в позиции соперника очень много пустот, и потом завести ферзя. Потому что он всегда шахует на пустое поле, и это конец. Самое интересное, что это, бывает, не помогает, потому что чем меньше фигурок около короля, тем меньше полей взрывания. Да, ну в общем, это свои нюансы, мы, я думаю, выложим видео по атомных шахматам. А тут, ну, с той же идеей, ферзь Д7, белые забирают слона, но ферзь С6. А вот, кстати, ферз С6 просто слон Е4, на это мой соперник рассчитывал. А, типа, разминка. И ферзь С6, слон Б7, я вообще не уверен, что это позиция у черных лучше. Очень сильные белые поля, слон Д5 грозит. То есть я уверен, что он читал вот этот ферзь, далека, и решил, что все нормально. Вот тут ферзь Д7, и по мотивам атомных шахмат ферзь вырывается. Д2. Висит на Е1, висит на Б2. Все, висит. Володя же один единственный ход. Ферзь Б2. Код Е6. Тут я нашел такую тактику. Ну, кстати, время начало постепенно утекать, так что я не знаю, на самом деле, при идеальной защите белых удалось бы выиграть эту бортию или нет. В общем-то, играл неплохо. Понятно, что с шахматной точки зрения тут уже анализировать нечего. Как вот же 1 Е3. Ну, тут вот такой хитрый ход ферзер в 6. Наверное, выиграл бы все равно, потому что 6 секунд отставания, и с ферзем всегда проще играть. Ну, а соперник сыграл Кунь Е2, и длинный ход ферзер в очередной раз. Карается матом. Да, закончил партию. Да? Ну, вот. Интересная партия. Всем спасибо за просмотр. Может быть, иногда будем выкладывать видео.